В Лепсиге подходит под эту миссию очень хорошо. Посмотрим вот этот перевод из глубины поля. И Хума по всем правилам, да, по всем канонам Баранжирова на грани офсайда. Посмотрите, вот как раз момент передачи. Видите, как он открывается, как ускоряется внуши глубины поля. Ну и, конечно, завершающий удар в ближний угол. На самом деле совсем немного. Вот момент, удар в сторону дальнего угла, забивать надо гол! Оу! Похоже, после свистка или нет? Засчитывают этот мяч, засчитывают. Счет сравнялся 1-1. Эдгар Баретто. Опытный, конечно, парагвайский футболист. Много опытный, я даже бы сказал, потому что был момент. Это уже второй темп атаки. Мяч застревает на гах у защитника Фиорентины. Вот как раз момент удара. Давайте еще раз посмотрим. Было ли не было офсайд? Ну, на мой взгляд, там слегка задержался защитник Фиорентины. Давайте посмотрим, кто же это был. Вот, по-моему... Бывший игрок Торино. Напомню, вот, собственно, и с Торино сюда в Фиорентину и прибрался. Подача была резана, но все-таки не на недостаточном высоте. Бумакар, молодец какой! И надо забивать! Выручает свою команду защитник. Это был Сильвестр. Ну, что же! Неужели там был фол? Опекуна, вот, смотрите, он и утакает плечом в плечо. Да, понятно, что это маленькие футбольные хитрости. Опять здесь, кстати, жертвы сенегальца. Да, с такими-то конкурентами. Но, тем не менее, на замену выходил очень умело. Умело. Да, все-таки пенальти. Вот, собственно, по этой причине. И так спорили дохрепает иначе. Два-один. Я думаю, что по такой игре, которая есть у Сан-Дорио сейчас, в принципе, она не должна волноваться. Да, пропустила, опять вынуждена отыгрываться, но... ...потому что все-таки остается до конца основного времени матча полчаса. Разумеется, здесь уже никто не будет в флоритической команде раскрываться. А это означает, что в ближайшее время мы, возможно, дождемся. Тем более, что родная для них команда перешла в атаку. Можно бить по воротам, как не получился. Здесь удар, но Симеона был в центре внимания. Хорошо еще... ...который все ждет и ждет своего шанса. Но пока его получает поляк, польская школа вратарей. Общеизвестный вратарь. Капрари бьет, отличный момент, и опять каркас в ворот вращает. Он победил, и бросает поляк, и бросает поляк в ворот в сторону. Дроговский так близко к получению чего-то на него. И за вторую очередь сам будет в тюрьму. После того, чтобы за вторую очередь. Он вошел на кроссе, потом вошел на пост. И теперь, вошел на эквивалент. Но опять вернусь. 32 вот примерно так же как рамир и совсем недавно с точки под штангу пробил 1 2 1 2 2 3 2